Девочка-пай Спасибо Твоих рук делали? Надо же было как-то заманить тебя домой Но я это делала не одна Торт пекла мама, шары надувала сестра Здесь подарок от Минкс, цветы, открытки от друзей Можно это все неделю разбирать Я так долго здесь не задержусь Не хочу мешать твоей семье Не спеши, моя семья любит тебя почти так же, как я Завтрак? Эми Что? Я могу все делать сам, сиделка уже не нужна Врач велел не напрягаться Хорошо Но завтра я сам готовлю завтрак Как скажешь Ты сомневаешься, верно? Не веришь, что я уже здоров? Я верю Но зачем ты так? Думаешь, мне нужен присмотр? Вдруг снова загремлю в больницу? Не загремишь, ты полностью поправился Тогда делай, что я говорю Возвращайся в Нью-Стейланд Опять ты за свое? Да не хочу я туда ехать Я остаюсь с тобой Теперь незачем Незачем? Я тебя люблю Это ничего не значит? Если бы не авария, вы бы с Джонни сейчас были там Ну, может... Вот видишь? Ты этого хочешь, уезжай Уясни уже, наконец Раньше я не понимала, чего хочу А теперь знаю И ты от меня не избавишься Хоть ты стараешься изо всех сил Так что... Заткнись уже Займись делом Почта Подождет Это надо сделать сейчас Читай Пожалуйста Спасибо Ты за этим пришел? Я же сказал, у меня срочное дело Я думала, ты хотел поговорить Точно Хочу попросить тебя об услуге К сожалению, не могу раскрыть, зачем это надо Опять загадки Как с твоей тайной работой? Это совсем другое Ничего не поняла Это для твоего же блага Меньше знаешь, крепче спишь Доброе утро всем Как ты, Ник? Хорошо, Мэйсон, спасибо Не хочу хамить, но ты не мог бы... Разве ты умеешь хамить? Понимаю, я вам помешал Только один вопрос Вы не видели, Идан? Оставь ее в покое У нее и без тебя проблем полно Все на ее плечах Она так старается, что скоро Кэпфел Интерпрайзис пойдет ко дну Не надо преувеличивать Компания не рухнет из-за нескольких акций Ты слишком недальновидна Падение начинается с одной ошибки Я не собираюсь с тобой спорить, Мэйсон Тем более при Нике Мы ведь уже выяснили, что ты кто угодно, только не хамка Видишь ли, Ник? Келли считает, что финансовые вопросы Каким-то магическим образом Сами решаются Я призываю ее заняться капиталом В котором есть и ее часть Логично? Что бы ты сказал, узнав, что Идан спустила все деньги Келли? Что бы я сказал? Ты о чем вообще? Сонливость, потеря аппетита, головокружение Нет, ерунда Внимание! В сочетании с алкоголем вызывает резкие перепады настроения Дезориентацию и провалы в памяти Идеально! Кажется, я знаю врача, который мне их выпишет Могу я записаться на прием? София, не уходи Надо поговорить О чем? Не о чем, а о ком Об Иден С болезнью отца для нее наступила черная полоса Что с ней? Вот думаю, может ей нужна помощь Она то витает в облаках То, как от удара током подпрыгивает, когда к ней обращаешься То бесится, как... Это как-то пугает По-моему, это легко понять Ее отец в коме, он может умереть Все не так уж и плохо После новых тестов ей должно было стать легче Она услышала, что хотела Подожди, я не понимаю, о чем ты говоришь Она вчера говорила с новым врачом Сиси что, новый доктор? Она не сказала? Нет Так значит, есть надежда на улучшение? Я же говорю, ему лучше 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 Благодарю, Господи Рассказывай Хочу знать все, это уже точно За деталями обращайся к Идан А я лишь знаю, что есть некий прогресс Почему же она мне не сказала? Это же так важно Об этом и речь, София В последнее время она не в себе У нее настроение меняется каждую минуту На твоем месте я бы начала волноваться А вот и она Спроси, почему ты обо всем узнаешь последний? О чем она кудахчет? Она сообщила мне чудесную новость о твоем отце Почему же ты молчала? Думаешь, Джина первая, с кем бы я... Она все рассказала и сделала меня самой счастливой женщиной на свете У нас есть надежда Было бы неплохо А как еще это назвать? Это же настоящий прорыв Ничего нет Это ложь Но ведь врач Это ложь, ложь Все, что сказала Джина Она разносит ложь, которую я и скормила Лучше бы мой язык отсох Значит, Сиси не лучше? Нет Наоборот, хуже О, Итан Прости Я больше не могла выносить, как она счастливая скачет по дому и ждет его смерти и считает деньги Не могу больше видеть, как она про себя радуется, услышав плохие новости о здоровье папы И поэтому я и собрала, чтобы испортить ей праздник Ясно Знаю, я зря это сделала Теперь она растрезвонит всем эту новость И все, как и я, радостно в это поверят Прости, после хороших новостей получить ушат холодной воды нелегко Я все понимаю Поверь, я не осуждаю тебя Не нужно себя винить Каждый день пребывание Джины в этом доме Это плевок в лицо всем нам И, к сожалению, мы ничего с этим не можем поделать Я так устала Знаю, моя хорошая Я так переживаю за тебя Тебе бы надо отдохнуть Но как это сделать? Тебя так и мучают те сны? Каждую ночь Я просыпаюсь и не хочется кричать Все это живет внутри меня и не хочет отпускать Ты постоянно себе винишь Это неправильно Я была там, я помню ваш разговор А как мне себя не винить? Ты же сама все слышала Он не хотел зависеть от этих машин Неужели ты ни разу не думала о том, чтобы исполнить его просьбу? Не думала Не думала В глубине души ты не чувствуешь, что идешь против его воли? Не чувствуешь, что это предательство? Я каждый день читаю и слышу о чудесах медицины И молюсь, чтобы чудо произошло и с нами Я всегда буду верить Есть вероятность, что Сиси вернется к нам И ты верь И сколько еще нам ждать чуда? Сколько потребуется И вот еще что Если вдруг ты решишься выполнить волю Сиси Только представь Сколько счастья ты подаришь Джине Ты этого хочешь? Я хочу поступить правильно И черт с ней с Джиной И со всеми Для меня главное воля отца Ни черта не слышно Ладно, Идан Твоя болтология ничего не изменит Ненавижу тебя Даже сильнее, чем Сиси И с какой стати ему лучше? Это все усложняет 11 октября 1985 Иден поплохела Теперь еще и кошмары Интересно, ей по-прежнему снится папочкино платье? Пора найти для него другое место Отнесу в кабинет Ну ничего так, миленько Прям убийственное платье Мэйсон, меня вообще не волнует Есть у Келли состояние или нет его Боже упаси, никто не сомневается ни секунды в том, что тебя в Келли интересует только ее природная красота Я лишь хотел убедиться, что ты блюдешь ее интересы Ради ее же блага Мэйсон, оставь нас в покое Ник, надеюсь, ты сможешь вбить ей в голову, что нельзя пассивно наблюдать, как ее сестра пускает под откос семейный бизнес А ты бы, видимо, справился лучше Несравнимо Сама знаешь, но твоя бессмысленная преданность мешает это признать Посмотри на мои качества Стойкий, смышленый, бесстрастный Все, чем Иден, как мы видим, не обладает А еще корыстный и беспринципный Верно, спасибо Я выбираю Иден Эта ошибка обойдется дорого У Келли есть свое мнение Вряд ли ты его изменишь Красный день календаря В смысле? Мэйсон смолчал Не выспался, что ли? Он просто продумывает другую тактику Ты быстро схватываешь В этом доме научат Так о чем мы? Да, я хотел просить тебя об одолжении О, да, таинственное одолжение Ты еще пользуешься квартирой, где раньше жили Тед с Мэйсоном? Она тебе нужна? Не мне А кому? Мне знать, конечно, не положено Зная, это дерзко Не то слово Хорошо Это для брата Ему нужно затаиться на время, и твоя квартира просто идеально подходит Там его точно искать не станут А кто его ищет? Полиция? Нет, не полиция У Дилана проблемы, но преступление он не совершал Все уляжется, но ему пока нужно залечь на дно Хорошо, квартира твоя Спасибо Подожди, принесу ключи Они где-то здесь Дилан будет нам крайне признателен Какой-то из этих? Бери все Один точно подойдет Может этот? Келли, спорим, ты не пыталась попасть в кабинет? А что? Тогда бы ты изменила свое отношение к Идону Что еще случилось? Они заперлись там вдвоем с Софией Я попытался войти, но они демонстративно меня игнорируют Как-то странно Для меня нет В этом доме негде поговорить наедине О чем он говорит наедине? Они сейчас вообще почти не общаются Значит, что-то изменилось И на то есть веские причины Назови хоть одну Не получается? Рано или поздно ты поймешь Иден становится неуправляемой и даже опасной для всей семьи С этим придется что-то делать Бабушка спустится через пару минут Прекрасно Может, и меня возьмете? Мой офис по пути Конечно, как пожелаете Тогда соберу бумаги Дилан, откуда ты взялся? Ты одна Ты должен сидеть в мотеле, чокнутый У меня не было выбора золота Мои финансы поют романцы Тебя выгнали И вот я здесь с утра пораньше молю о милосердии Не надо молить-то громко Что мне сделать? Для начала можешь немного утешить меня Дилан, мы рискуем Сюда могут войти в любую минуту Кто-то идет Быстро! Сюда! Входи Ради бога, сиди тихо Какого бога? Дженнис Я ведь просил тебя вчера привезти письмо из банка Из банка? Господи, точно Они прислали его сегодня с курьером И я вижу, что дело и правда безотлагательное Это никуда не годится Теперь придется срочно с этим разбираться Простите, мистер Локридж У меня вылетело из головы Надо звонить в редакцию Сказать, что сегодня не приду А потом срочно в банк Мистеру Брику Волесу придется ответить на мои неудобные вопросы Что с Бриком? Сначала мне объясни Ну, наконец-то Чего тебе, Мэйсон? Я волновался Дверь вы не открываете Я испугался Вдруг что-то случилось Испугался? За меня? Ты эти дни сама не своя Никто не знает, чего ждать Разочарую тебя Я в норме Может, Мэйсон и правда волнуется? Да ему плевать на меня Мне не плевать на то, как твое настроение сказывается на нас Ты уже сказал все, что думаешь о моей работе как руководителя Довольно Твои действия влияют на всю семью, Идан Ты не осознаешь всех последствий Я сказала, хватит Так, все, брейк Остановились Я могу сказать? Уже начала Послушайте меня Хотя бы несколько минут Я много думала И мне есть, что вам сказать Мы все Вся семья сейчас находимся под таким давлением Что многие бы уже сломались И сейчас самое время забыть о пустых спорах и былых обидах Сделайте друг для друга то, что сделали для меня Что же? На слушании Ты отложила в сторону все свои претензии, которые у тебя есть ко мне Ты знала, что я очень нуждаюсь в твоей поддержке Даже не знаю, как тебя за это благодарить А если бы не твоя помощь Я бы сейчас сидела в тюрьме Я делал свою работу Безусловно И делал прекрасно Но ты сделала нечто большее Я даже не ожидала Знаете, что вы сделали? Подарили мне надежду Что мы способны справиться с чем угодно Черта с два Давайте попробуем Нам нужно всего лишь вспомнить о том, что мы семья Держаться вместе Оставить в прошлом все наши споры Самое время Миру мир Дипломатия от Кэпфулов Пусть так Мирись и больше не дирись Мэйсон, называй как хочешь Но это наш шанс Мне больно видеть, как наша семья разваливается под натиском бессмысленной вражды А все ради чего? Что мы выиграем? Сиси болен Мы должны сплотиться, как никогда раньше Так не бывает Вернуть мир и согласие в семью одним миленьким собранием Так не бывает Ты права Не бывает Но ведь нужно с чего-то начинать Мы не общаемся, живем как соседи Даже в глаза друг другу не смотрим Когда мы в последний раз ужинали за большим столом все вместе? Проведем эксперимент, разделив баранью тушку? А почему бы и нет? Может мы наконец расслабимся и начнем разговаривать как люди? Я считаю это бред А я согласна Гениальная идея Сегодня же ее реализуем Ты до сих пор считаешь, что это Минкс тогда звонила? Я все проанализировал и проверил остальные версии Все указывает на нее Я тоже так думала, но отец Брика не узнал ее голос Но не сказал, что это не она У нее нет мотива, я же тебе объяснял Она защищает меня как ангел-хранитель Ей незачем это делать Она любит Брика, эта женщина предлагала мне сто тысяч, лишь бы я осталась с ним Спасибо Да, как-то все очень запутанно С одной стороны, Минкс идет на все, чтобы удержать тебя здесь И в то же время, не пустить к тебе отца, значит наступить на горло собственной песни Зачем ей это? Эврика Боже Что? Не знаю, слишком безумно Мы тут все не себе удивим Нет, сначала я кое-что проверю, а потом расскажу Стой, куда ты? В Бейкерсфилд Опять Кацу Брика? У меня к нему есть пара вопросов Если его ответы совпадут с моими догадками, игра перейдет на новый уровень Прости, бабуля, сейчас некогда объяснять Сначала нужно все подсчитать Подсчитать? Не хочу быть голословным, мне нужны факты Едем, Дженнис подбросит меня до банка Я еще не готова, дай пару минут Прости, не могу, давай сам тогда поеду Давай Удачи Такое яркое солнце сегодня Возьму шляпу Шляпу? Да, она в гардеробе Вы уверены? Вроде не так уж и печет Утром я была в саду и чуть не получила тепловой удар А сейчас уже облачка пошли, шляпа, это перебор Ты уверена? Абсолютно А мне почему-то кажется, что ты не хочешь пускать меня в гардероб Зачем мне это нужно? Уж не знаю Но, полагаю, из-за красивого жеребчика, которого ты там припрятала Я все видела несколько минут назад Как бы он там не задохнулся Миссис Локрич, можешь оставить его себе Только дай парню подышать Можешь сделать это, пока я схожу за сумочкой Да, мэн Я не буду спешить Я не буду спешить, чтобы вы успели попрощаться Ты слышал? Думаю, тебя надо высечь Прошу прощения, кажется, это тебя чуть не высекли Миссис Локрич? Да нет, она лапочка Все понимает Что все? И даже это? Да Ты шутишь? А что такого? Я давно хотела предложить А то мы ходим по дому, как неродные Сиси бы такого не позволил Это все-таки наш дом? Это уже не тот дом, в который ты въезжала Ида, так ты точно ничего не добьешься Тихим семейным ужином ты тоже ничего не добьешься А я согласна, Джинни Давайте вот это с Келли спросим Спросите Но какой смысл в этой затее? По мне, так это чистой воды лицемерие Ужин я устрою в любом случае И если ты дорожишь семьей, то придешь Коктейль в шесть Смокинг надевать или так сойдет? Не забудь про игры на сплочение Например, жмурки Я пойду Хочу поработать в тишине Извините Попробую разыскать Теда и Келли До скорого, ребята Жду не дождусь вечера Ну ладно, Джинни Что все это значит? Только то, что я сказала Хотела бы я знать причину Твоего внезапного дружелюбия Или хочешь переиграть Софию в ее же игре? София захотела стать центром всеобщего внимания Но она, как обычно, забыла Что это мой дом И команду здесь я Должна дать тебе должное А дай мне еще что-нибудь Я так скучаю Мы почти не бываем вдвоем Нам следует думать о более насущных вопросах Нужно решить, что мы будем делать, если отец выйдет из комы Вряд ли это случится Почему нет? Такие сенсационные случаи известны И он очень быстро вернется в строй Не думаю, Мэйсон Нет? Си Си Кэппл способен на что угодно, не согласны? Как скажешь Джина? Джина? Да? Что происходит? Ничего Видит себя вечером прилично Спасибо, что заглянули к нам За халат спасибо, но права не стоило Я обожаю делать подарки Я благодарен, но больше не стоит Это не поможет Деньги Эми вы уже предлагали Нас нельзя купить, понимаете? Миссис Локридж Бриктер Перрифт, но он не может вечно находиться в неведении Он столько раз спрашивал, с чего бы такая забота, но вы так ему и не объяснили Вы заваливаете меня подарками, но я не могу их принимать Я хочу знать правду А я тебя не обманывала? Я всегда питала к тебе особые чувства Но почему? Лицо понравилось или звучное имя? В чем причина? И не распыляйтесь про мои таланты Брик Уолли своротила бизнеса Я не отличаюсь от миллионов других У меня нет связей на Уолл-стрит Какой во мне прок? Что, обязательно должен быть какой-то прок? Я завожу друзей без выгоды Они все прекрасные люди Ну, считай, это блажью Я всегда действую импульсивно Простите, я вам не верю Вы слишком много вложили в эту блажь Если вы так и будете молчать, я уеду из Санта-Барбары И мы больше не увидимся Никогда Он не шутит Эми, проводи миссис Локридж Ладно, ладно Бог ты мой Я бы, конечно, тебе рассказала Но я хотела проверить На что? Достойный ли ты человек? Способен ли ты принять какие-то вещи на веру? Похоже, тест я провалил И больше никому не верю Ты имеешь право получить объяснение Думаю, время пришло Отлично Что же я такого сделал, чтобы заслужить эти привилегии? Спас мне жизнь Что? Много лет назад я была на представлении цирки, где работала твоя семья Произошел пожар Точно, был пожар в... Пасадене Да, были погибшие И я могла погибнуть Если бы не ты Ты многих спас Сделал, что смог, это был ад Я помню жуткую панику Шум Было неясно, кто кричит Звери, люди Ужасно Я побежала Упала Встать не могу И вдруг чья-то сильная рука схватила мою И голос Голос свел меня Сюда Здесь Сюда Брик Да Я спросила, как его зовут Хотела отблагодарить когда-нибудь Вы Вернули мне долг с переплатой И все равно этого мало Любой бы так поступил Ну где эти любые? Там был ты Надеюсь, у тебя больше нет вопросов, почему я так делала Мне пора Устала Спасибо, что объяснили Мне было это очень нужно Заботься о нем, малышка Обязательно А вы о себе С Богом Пока Пока Благословит вас Бог Спасибо, что заехали Не за что Берегите себя Еще увидимся До встречи Ну? И как ощущения? Подожди Пытаюсь вспомнить Боже, только бы они мне поверили Мэйсон, уходишь? У меня встреча с клиентом Не волнуйся, на коктейльную оргию я успею Мне двойной Не вздыхай так тяжко Будет весело И я буду рядом Я открою Шэрвуд фармаси Доставка лекарств Расписаться? Это мне Спасибо Сейчас Держите Спасибо Лекарства? Тебе что, не здоровится? От аллергии Сейчас самый сезон Хорошего дня Тебе тоже Думаю, ты справишься с любой аллергией Даже с аллергией Игра на меня Пожар! Пожар! Сюда! Помогите! Брик! 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 Брик, дорогой! Прости Воспоминания о тебе совсем поглотили Казалось, все в прошлом, но... Мне кажется, Минкс что-то упустила Я держал это в голове, но потом забыл Отвлекись, само вспомнится потом Наверное Давай перекручимся на что-нибудь другое Ты так и не открыл свои письма Точно Ты так волнуешься Что там такого важного? Ничего, забудь Давай, неси уже Вот Уже читаю Давай Вот оно Подпишись на 47 журналов и выиграй дом своей мечты Нет, нет, нет Надо же От Келли Кэпвелл Вскроем Мило Какие цвета Добро пожаловать домой Прекрасно Вот это что ли мы искали? Нет Милый конвертик Это от твоей матери? Да, я посмотрю Да, это от мамы Приглашает на вечеринку? Открою, узнаешь Брику Миссис Перкинс имеет честь пригласить вас на свадьбу Ее дочери Аметист Луиз и Барнаби Уоллеса Пора объявить Но теперь ты веришь в то, что я не хочу возвращаться в Ньюстейланд? Не знаю, что ей сказать Лучше скажи «да», иначе я тебя буду мучить до тех пор, пока ты не поплысишь пощады Ты пользуешься тем, что я больной Я просто так не отстану Ты уверена, что хочешь этого? Уже и в письменной форме, ну куда уже увереннее? Тише, тише Еще пару поцелуев, и я здоров Приступим к лечению Запомни, на чем мы остановились Я вернусь, как только убью того, кто звонит в дверь Уоррен! Привет Эми, где Брик? Здесь он только недавно приехал Я знаю, ты только выписался, но ждать я не мог это срочно Буду рад помочь Я все утро провел в банке, проверял платежи Посмотри на эту сумму Наличные сняты мной? Да, крупные суммы со счета фермы по недвижимости, к которому доступ есть, только у тебя Уоррен Я не брал этих денег, я с этого счета ничего не снимал Уверен? Конечно, я даже ходить не мог А уж тем более совершать подобные операции Транзакции произведены до аварии Я не понимаю Я тоже Это 50 тысяч долларов Я хочу знать, куда они делись Да, интересно Я не понимаю, что все это значит Пока родители в отъезде, за всеми делами присматриваю я Придется им сегодня позвонить и рассказать, что случилось Обязательно звони Я бы хотел тебе помочь, но... Подумай еще И если что, дай мне знать Будем на связи Пока Как-то это все странно Не странно, а страшно Тебе нечего бояться, ты здесь ни при чем Это дурацкая ошибка Да, дурацкая Теперь из-за нее все будут думать, что я мошенник и ворк Ты еще не одета? Почти шесть, скоро все соберутся Ты обещала быть Да, хоть я и не хочу Платье не видела? Какое? То, что я выкинула, а Роза нашла Подарок отца Нет, не видела Вчера лежала здесь Все может быть И где его искать? Не найдешь, пока я этого не захочу София, вечеринка в Атриуме Знаю, но дети еще не приехали Я решила побыть здесь Почему здесь? Как тебе объяснить? Это был личный уголок Сиси Когда я здесь, он как будто рядом со мной Но ведь ты здесь убила Ченнинга? Прости, мне нужно воспользоваться столом Ты можешь подождать в Атриуме? Сейчас уже все подойдут Джина Неужели ты правда хочешь, чтобы в семье воцарился мир? Я тебя оставлю Надо его перепрятать Но куда? Привет, золотце Нашла Ника? Нет, но она оставляла ему сообщение Без тебя бы я пропал Не спускай глаз с двери и много не пей до прихода Ника Мне надо работать Подожди хоть пару минут Я уже и так чуть работы не лишилась Знаю, прости, за мной должок Синьорита, по-фавор Сколько за букет? Два доллара, сеньор Давайте все Здесь десять Спасибо Дилан, куда мне девать эти цветы? Смотри, один мы возьмем И вставим вот сюда Но не сомневайся, остальные деньги, что ты мне одолжила, пойдут на дело Ты безумец А ты красотка Дожди с Ника и без фокуса помоляю Увидимся Фрэнк, меня никто не искал? В мою смену никто, прости Понял, спасибо Привет Привет Можно содовый? Сейчас Ник Хартли здесь не появлялся? Пока нет Ладно, подождем Ты же знаешь, выписки из банка часто заполняются ошибками Это корпоративный счет, я за него отвечаю Речь о тысячах долларов Чем больше суммы, тем больше ошибок В банках сплошные компьютеры, они могут ошибаться Как и мозги Не знаю, я оперировал крупными суммами, но черт возьми, не помню такого Папа, я знаю Я тоже не могу понять Может проверишь, раз уж ты там? Банк Суис Счет номер 730146 Согласно документации, это не наш счет Но все суммы переведены на него Сообщи, когда выяснишь Так, все Сейчас мы ничего не исправим Пусть Ворон все проверит, а там поговорим Ты права Ты помнишь, о чем мы говорили перед тем, как нас грубо прервали? Точно, мы говорили о таинстве брака, что-то в этом духе Я сделала предложение, но так и не услышала официального ответа Верно Нужен официальный обряд Прости, у меня нет кольца Посмотрим Позвольте вашу левую ручку Эта лента Знак моего согласия Я обещаю купить настоящее кольцо Как только смогу доковылять до ювелира Как красиво Красный твой цвет Люблю тебя И я тебя Уходите! Эй, Брик, Эми, откройте это, Ник Да сколько ж можно? Иду, иду! Что, уже из Беккерсфилда? Два с половиной часа Быстренько туда и обратно Я узнал все, что было нужно И что же ты выяснил? Я захватил с собой копии твоих анализов из больницы Зачем они нужны моему отцу? Мне даже и не пришлось с ним встречаться Я поехал в больницу Беккерсфилда Мне удалось заглянуть в его медицинскую карточку Я сравнил ваши записи И? Брик, Глена Уоллис не может быть твоим отцом Часто здесь? Тебя не хватало Получила сообщение? Какое? Я просил о встрече перед нашей С позволения сказать, вечеринкой Вообще-то я жду Ника Если придешь первым Передай, что я опоздаю Хорошо Но я хотел еще кое-что обсудить Сегодняшнее безобразие назвали семейным ужином Но зная Иден Она может превратить его в бизнес-форум И начать пиарить себя Я должен быть готов Мэйсон, ты же всегда готов Спасибо Я знаю, что она разослала вам с Тедом некий проект И что? Хотелось бы взглянуть Вы сегодня его получили? Мэйсон, спроси об этом у Иду Раз она тебе его не прислала Значит, у нее были на то причины Проект с тобой? А если и так? Где он? В сумочке? Мэйсон, ты обнаглел? Просто хочу посмотреть Я имею право знать Меня это тоже касается Верни сейчас же Не шумите Займись делом, Фрэнк Отдай Это вам А это, дружок, тебе Кто этот зверюга? Где все? Все готово Мэйсон, София, Тед, Келли, я Идер Никого больше нет? Нет, начнем без них Шампанского? Да, с удовольствием А тебе Иден? Да, спасибо Мы были у Сиси Поразительно Он стал лучше выглядеть Появился новый врач У него даже цвет лица изменился Это стоит отметить За здоровье Сиси Чтобы он поправился И жил долго За это стоит выпить Озвучено собственными руками В 2019 году Текст читали Маргарита Давыдова Екатерина Кутерницкая Ольга Маркина Наталья Томилина Сергей Фадеев Максим Федоров И Сергей Эйк Редактор субтитров А.Семкин